В общем, я нахожусь в Москве. Я приехала сюда на 4 дня. Я давно тут не была, где-то, в общем, 3 года я тут не была. У меня тут папа с бабушкой, и, в общем, я приехала их навестить. Короче, предыстория небольшая. Несколько дней, ну, за несколько дней, короче, до моей поездки я не знала, в чём ехать, в пальто или в кожанке. Смотрела погоду, короче, решила ехать в пальто. Приезжаю тут, короче, 20 градусов, и мне пришлось купить новую курточку, ну, потому что ходить было невыносимо. Вот. Приехала сюда и решила сходить в музей один, музей каллиграфии современной. Завтра съездим ещё на Красную площадь, и всё, послезавтра я уже уезжаю. Я редко тут что-то снимаю, потому что у меня, как бы, тут много людей, все на тебя смотрят, даже папа, когда рядом идёт. И я себя чувствую очень некомфортно. Ну, короче, сейчас идём, едем. Буду снимать, что смогу. Вот. Ну, карты, как всегда, подводят. Ищем музей этот каллиграфии. И вот на карте нам показывают какую-то вообще... В общем, идти якобы 20 минут, но мы сейчас парком сократим. Нам вот так вот надо. Как-то. Наискосок срезать уголок. А, тут вот ещё батутная арена классная. Пойдём там. Пойдём. Вот, в общем, посмотрим, что там будет. Ну, мне интересно, как бы. Хотя я по музеям ходить не люблю. Я там была последний раз только в школе, когда училась. Вот. Тут вот тоже какая-то ситуация непонятная, огорожена. Что-то делают, ремонтируют. Короче, вот. Кстати, очень тепло на улице. Хорошо, что я опять не одела пальто, а одела новую курточку. Такая вот музычка расслабляющая. Я тут, кстати, ни разу не была. Ну, будем дальше искать, смотреть. Я буду по возможности снимать, показывать. Можешь что-то в музее поснимать. Короче, как-то странно папа реагирует на то, что я снимаю. С камерой разговариваю. Ну, и как бы люди тоже. Я думала, тут как-то проще будет относиться к тому, что человек ходит с камерой, разговаривает. А тут так же, как и в Украине, по сути. Пап, нам вот туда вот, по прямой надо. Через этот фонтан давай перепрыгнем и пойдем дальше. Я знаю, куда нам идти, говорю. Пойдем, нам через фонтан перепрыгнуть надо. Блогер. Вот, нам осталось немножко идти. Фонтанов нету, к сожалению. Тут вот, видимо, следы от ярмарки пооставались. Ну, или ярмарка проводится периодически. Такая вот аллея тут. Много пенсионеров в такое время. Ну, чему удивляться? Будний день. Все либо на работе, либо в школе. Наконец-то это свершилось. Мы нашли этот музей. Долго, правда, до него идти надо было. Только я его представляла немножко другим. Вот, стенд. Музей современной каллиграфии. Миссия сохранит для будущего поколения редкость искусства каллиграфии. И вот, в общем-то, он маленький. Он, кстати, такой маленький. Я думала, что он большой будет. Ну, или хотя бы чуть-чуть постельнее выглядел бы. Короче, мы уже пришли. И тут вот система какая. Надо девать бахилы перед входом. Это пока. Какой-то много. Какая-то новая. Какая-то новая. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Это надо искать какие-то места, типа кафешек, не знаю, такие официальные, в общем. Так на быструю руку ничего нельзя будет сделать, потому что, ну, с одной стороны, это хорошо, да, потому что это чисто, убрано, это генично, во-первых, потому что многие работали не русской национальности, продавали шаурму без медицинских книжек, как, короче, это и у нас делается в Киеве, ну, везде по Украине. А тут поубирали, и как бы стало намного лучше, но вот в плане еды, кофе, воды, сейчас это проблематично найти, ну, то есть не просто так, пошел и купил воду, вот. Ну, все на улучшение идет. В общем, мы купили себе по кофе, я взяла себе какао, вот такое прикольное, хорошее настроение рядом, а папа взял себе эспрессо. Да, мне, конечно, сложно еще привыкнуть к ценам, я постоянно перевожу все на наши деньги, и, в общем-то, однозначно, конечно, в Москве все дороже. Ну, и я не могу, мне сложно ориентироваться, когда, блин, не знаю, в два раза все дороже, и я думаю, покупать это или нет. Ну, если привыкли, если я привыкла к одним ценам, а тут другие цены. Ну, ладно, будем как-то справляться с этим недугом. Каким недугом? Недугом. Ну, сейчас, в общем, будем уже ехать домой. Устали, столько прошли, много.